Спасибо, садитесь. Так, есть желание у вас выступить? Пока нет. Пока еще не созрел. Но надо готовиться. Значит, вот еще одно положение, которое с одной стороны не является абсолютно новым для нас уже, с другой стороны для той специальности, которой вы занимаетесь, то есть вопрос понимания вообще культуры и развития. Вот он критикует, Марк Энгельс критикует Вербаха за то, что он не замечает, что окружающий его чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, всегда равная себе вещь. А что он есть продукт промышленности и общественного состояния, при том в том смысле, что это исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждая из которых стояла на плечах предшествующего, продолжала развивать его промышленность, его способ общения и видоизменяла в соответствии с изменившимися потребностями его социальный строй. Ну вот можно сказать, что все понимают, что нынешняя культура, она результат развития и предшествующей культуры, правильно? Это как бы самоочевидно. А в чем тут разница? Разница в том, что поскольку сама культура зависит от промышленности и от общественной возможности ее развития, от общественного строя и в известном смысле отражает это, в том числе, и вот возьмите оперы какие-нибудь, там всегда социальные моменты. То же самое Кармен там. Труба зовет главного героя, и он решает, куда пойти, а возлюбленная говорит, нет, останься со мной. И тут все это окончается с такой сценой трагической. То есть, вот надо видеть, не просто, так сказать, что там какой-то столбик есть, там промышленность базируется на проволочной промышленности, культура на проволочной культуре, там другие сферы, там здравоохранение на проволочном здравоохранении. Эту связь тоже можно проследить. Она как бы такая вертикальная связь. Но на самом деле, поскольку все сферы общества находятся в единстве, то они в целом базируются на творениях предыдущих поколений, а динамичной частью, вот та, которая приводит все в движение, является производство. Потому что возьмете любой отрезок времени, хотя бы в это время был, так сказать, такой период упадка культурного или, наоборот, расцвета, а производство, особенно производство, средств производства, развитие орудий, средств труда, оно идет непрерывно. То есть это вот есть такой фактор, который постоянно воспроизводится, который постоянно развивается. И в зависимости от этого фактора, потом происходит или постепенный, или уже крупный вид изменений. Почему вот здесь говорится об общественном строе? Один общественный строй предполагает одни средства производства, другой предполагает другие средства производства. Даже здесь пропускаются эти самые революции, которые есть в переход от одного строя к другому. То есть о них специального разговора нет или речи нет. Но вот идет это вот движение, и в ходе этого движения проявляется та зависимость, которую везде они проследуют и подчеркивают. Вот это зависимость от материального производства. Ну вот сегодня мы открываем, допустим, российскую газету с портретом нашего министра финансов, товарища Силуанова, который таким анонсом открывается, что Силуанов знает, как еще 10% бюджета сократить. Что значит сократить 10% бюджета? На что у нас уходит государственный бюджет? У нас есть производство, которое ведется за частные средства, не за государственные. Правильно? Теперь есть даже государственные предприятия, которые тоже не идут за государственный счет. Они идут за счет той прибыли, которую получают эти предприятия. Что такое сокращение государственного бюджета на 10%? Это сокращение расходов на культуру, на образование, на науку, включая и Академию наук. То есть на воспитание, то есть на те как раз отрасли, с которыми связано развитие людей. Физическое или духовное развитие, культурное развитие и так далее. То есть поэтому нам особенно радоваться-то не приходится. А почему сокращается? А по той простой причине, что за прошедший 2015 год сокращение производства составило 3,4%. То есть сократилось производство. Раз производство сократилось, то если вы имеете меньше масла, хлеба, мяса и так далее, то соответственно вы не можете передать больше. То есть вы можете бумажки напечатать в большем количестве или ничего не сокращать. Но это приведет просто к тому, что соответственно цены вырастут, а от этого больше продуктов не появится. То есть если меньше производится, значит меньше и получается. Значит если меньше строится. Если строили театр, то перенесли окончание строительства еще на год следующий и так далее. Если строились школы, то же самое. Если ремонтировались вузы, откладываем, замораживаем и так далее. Причем сама вот эта постановка вопроса, не первый раз уже говорят, на 10%. Ну это значит вот укоротить людям ноги на 10%. Что будет? Не будет человек на 10% медленнее ходить или медленнее бегать. Он просто будет инвалидом. Поэтому, здравствуйте, если бы у нас такая была ситуация, что вольготные были бы условия, в смысле обеспечения той же самой медициной. Мы прекрасно понимаем, что очень дорогие лекарства, что люди не получают поддержки при приобретении этих лекарств. И следовательно, что значит сократить на 10%? Это жизнь сократить. Я приведу некоторую цифру, намеренно, хочу обратить ваше внимание, намеренно эту цифру беру из российской газеты, которая является официальным источником, в ней публикуются все документы. Значит, как сообщает наша статистика, у нас на сегодняшний день 19 миллионов человек получают доходы меньше прожиточного минимума. Что это значит? Это вытекает... Это значит, что... Что такое прожиточный минимум? Это то минимальное количество материальных благ, которые необходимы, чтобы человек просто мог свобачить. Значит, что означает, что 19 миллионов человек получают доход меньше прожиточного минимума? Ну, это те люди, которые вот как-то в ближайшее время должны постепенно уйти с лица земли. Правильно? Я правильно понимаю? В это время, в это время, значит, как некое положительное, вот мы получаем информацию о том, что бюджет будет сокращен на 10%. Причем, где такие малые доходы? В том числе в бюджетной сфере. Вот я хочу... Вспоминаю просто, вот я был в Москве на переподготовке, на повышение квалификации, три месяца. В российском государственном гуманитарном университете, РГГУ. Ну, и поскольку я готовился по той специальности, которую я хорошо знал, поскольку у меня диссертация была по применению математики в экономике, поэтому я там то, что они читали, так сказать, прекрасно себе представлял, я ходил, так сказать, в больницу Симашко и занимался там лечением зубов. Ну, по два часа посижу и иду. И вот каждый день я видел такую картину. Приходит медсестра, которая очень худая, молоденькая, в халатике, и берет капусту и кусочек хлеба, и все. И так каждый день, вот сколько я там был, ходил. Ну, как вы думаете, какие зарплаты сейчас у медсестер? Шестер. Да. Какая у нас минимальная зарплата? Веденье, ну, мрот. Мрот, минимальный размер оплаты труда, такая официальная величина, которая утверждается, и которой меньше нельзя платить. Мы проинтексировали сейчас около шести тысяч. Да, шесть-двести. А минимальная, это минимальная зарплата труда. А она меньше, чем прожиточный минимум. Да, а прожиточный минимум? Семь. Сколько? Нет, нет. Девять, 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 шестьсот. Девять. Девять, я вам любила. Значит, что получается? Значит, прожиточный минимум девять, а минимальный размер оплаты труда шесть. Причем, если мы возьмем сферу правовую, казалось бы, вот правовая, там, если вы начнете читать раздел о зарплате, в трудовом кодексе там написано, что зарплата не должна быть меньше минимальной. Размер оплаты труда не должен быть меньше вожиточного минимума. Это в одной статье. А в конце статья, в которой написано, что вот та статья вводится в деятель к специальным законам каждый раз. А этого закона нет. И вот сейчас идут разговоры, разговоры, что якобы к лету все-таки попытаются свести эти две величины к одной. То есть, чтобы прожиточное минимум, чтобы зарплата не была меньше прожиточного минимума. Духовый прожиточный минимум вдруг стал уменьшаться у нас. Это примерно выглядит так, что обойдетесь и без этих книжек, и без этой еды, и без этой одежды, и так далее. Как можно, как может духовый прожиточный минимум уменьшиться? Причем сама вот эта методика тоже вызывает большие вопросы, потому что что значит за прошлый квартал? То есть, посмотреть, кто уже умер, вот посмотреть, на каком уровне умирают, а на каком уровне еще живут. И вот тот уровень, на котором уже начинают умирать, его и утвердить, что ниже уже нельзя. Но после этого, тем не менее, платить на 3 тысячи меньше. Вот картина, с которой мы сталкиваемся на сегодняшний день, к этому можно добавить, а это относится все в сфере экономики, к этому можно добавить и то неравенство в распределении, которое есть на сегодня в России. В России, как вы знаете, очень много богатых людей, очень богатых долларов, миллиардеров. Причем из них мы никого не можем назвать крупными организаторами производства, которые бы что-нибудь такое сделали. Ну, как был известен тот же Форд, к примеру. Поэтому мы смотрим, какие у нас соотношения 10% самых богатых и 10% самых бедных. Доходы 10% самых богатых и доходы 10% самых бедных, общий, суммарный. Вот это частное отделение называется десильным коэффициентом. Десильный коэффициент у нас в разных странах отличается очень сильно. В странах Скандинавии 5-7, в Европе, нет, простите, 3-5, в Европе 5-7, в Соединенных Штатах Америки 9, в Англии тоже около 9, а если возьмете Россию, 32. То есть не такая ситуация даже в смысле производства. То есть кроме производства, конечно, когда мы говорим об экономике, когда мы говорим о сфере производства и об общественном строе, в конкретном выражении он зависит и от того, как распределяется это созданное богатство. Можно так ее распределять, чтобы не было такого страшного неравенства, а можно распределять, чтобы было это страшное неравенство. Скажем, на Западе налог на наследство доходит до 90%. То есть, ну вот кто-то организовал производство, он развил его, получил высокую прибыль, заканчивает своего жизни. Государство с целью сохранения этого всего потенциала производственного 90% берет налог на наследство. И тем самым либо его родственники уплачивают этот налог и продолжают это производство ввести, либо оно переходит к государству. Государство его поддерживает. Иначе у нас в России получается так, что теперь могут его отроки размотать это все, имущество, которое было. Потому что у нас налога на наследство нет. Теперь возьмите любую страну современного мира, и вы там увидите прогрессивный налог на доход. Прогрессивную шкалу налогообложения. Что значит прогрессивная шкала налогообложения? Чем больше доход, тем больший процент надо платить. Причем разброс немаленький. Например, в Соединенных Штатах Америки 33. В Советском Союзе было 38. Максимальная ставка налогообложения. Начиная от того, что самые низкие доходы вообще не облагаются залогом. А потом идет 12% и до 38. Так вот, в Соединенных Штатах Америки 33. В Англии, в Канаде, в других странах где-то 50%. То есть, если вы получили очень большой доход, то примерно половина этого дохода переходит в государство. Половина расходуется на нужды того, кто такой доход получил. Ну, за счет этого, естественно, финансируется в достаточно широких масштабах. В том числе и культура. Когда вот у нас начинают плакать, что нет денег на культуру, нет денег на науку, нет денег на образование. Только если их государство не берет, так их и нет. Более того, если их государство не берет, они остаются в России или они убегают из России? Их уводят из России. И когда они уже уведены в офшоры, из офшоров достать, это уже маловероятно. Поэтому сама задача такая, вот неправильно поставленная задача, давайте заберем деньги из офшоров. Не надо, чтобы они туда попадали. А чтобы они туда не попадали, что нужно. Надо, чтобы государство, как коллективный орган класса капиталистов, у нас разное государство сейчас, должен бы требовать от капиталистов что? А что он может требовать, если это орган класса капиталистов? Чтобы они были капиталистами. А что значит, чтобы были капиталистами? Это значит, что они должны накапливать капитал. А что значит накапливать? Значит, вы, во-первых, должны произвести амортизацию, заменить устаревшую технику, ежегодно менять ее. Чтобы у вас, так сказать, возраст техники был примерно 10 лет, а не 40 лет. Второе. Скажем, процентов 60 полученной прибыли отправить на накопление. И тогда вот уже, так сказать, вот те доходы, которые не отправлены на накопление, можно подвергать налоговобложениям. Так можно было бы сделать. Ну, как у нас с амортизацией дело обстоит безобразно. То есть, то, что предназначено для амортизации, то есть для обновлений, для того, чтобы поддерживать технику на современном уровне, эти средства, которые являются издержками, они попадают на самом деле в прибыль. А вместе с прибылью уходят за границу, в офшоры. Теперь накопление. Накопление означает, что вот такую-то часть прибыли, скажем, 60%, должны были отправить снова в производство, купить новые средства производства, нанять новых работников. На это выделяется соответствующая заработная плата. И это называется накопление капитала. Ну, и тогда капитал растет. И капитализм развивается. У нас же проблема не в том, что у нас капитализм, а в том, что у нас капитализм даже и не развивается. И капитал не растет. А капитал падает. Потому что если у вас было одно производство, а теперь у вас сокращается это производство, значит, мы имеем не самовозрастание капитала, а самоубывание, самоугасание и так далее. А иначе не может быть. И тогда этой проблемы тоже не возникает с ловлей тех денег, которые ушли в офшоры. То есть надо бездельствовать. Теперь что нужно для подъема экономики? Надо увеличивать зарплату. Что происходит с увеличением зарплаты? С увеличением зарплаты сразу возрастает спрос. Что возрастает, что происходит в случае возрастания спроса? Возрастает, естественно. Значит, продукты уходят залежалые из полок магазинов. Магазин начинает торговлю, вся сеть и заказывает новые продукты. Идет увеличение потребностей в новых товарах. Возрастает предложение. И вся экономика включается в этот процесс. Ну а если экономика начинает расширяться, то вы понимаете разницу? Экономика имеет падение 3,4 или экономика имеет 4% роста. То есть если она имеет 4% роста, то по всем статьям доходов можно тоже давать прирост. То есть по всем статьям расходов, простите, тоже можно давать рост. И на образование, и на культуру, и на науку, на стипендии в том числе, на пенсии и прочее. А скажем на сегодня, вот скажем одно требование или предложение. Давайте повысим стипендию. Скажем, да вы что, у нас все падает, как же мы можем понизить? Можем. А повысить? Нет. А что касается реального действия инфляции, то постепенно идет постоянное понижение чего? Понижение объема благ, которые можно приобрести на данный доход. Вот что происходит. Но по отношению к капиталистам это их не затрагивает по той простой причине, что они всякое увеличение цены закладывают в цену своего продукта и, соответственно, на выходе получают тот же самый результат. Поэтому инфляция можно определить так. Инфляция – это повышение цен на все продукты, кроме товара рабочей силы. Вот что такое инфляция. Все это приходится принимать во внимание, когда мы говорим об этом положении. Положение оно давно очень высказано и даже в свое время было не опубликовано. Но если это фундаментальное положение, то оно относится, собственно, к любому этапу развития человечества. Тем более здесь прямо не говорится о конкретном социальном строе, а говорится о том, что его социальный строй зависит от того, как развивается производство. Фейербах не замечает, что окружающий его чувственный мир вовсе не есть некое непосредственное от века данное, всегда равное себе вещь, а что он есть продукт промышленности и общественного состояния, притом в том смысле, что это исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждая из которых стояла на плечах предшествующего, продолжала развивать его промышленность и его способ общения и видоизменяла в соответствии с изменившимися потребностями его социальный строй. Вот такой вывод. Изменение социального строя тоже зависит от того, как развивается промышленность. У нас много говорится, вот они отмечают, что о единстве человека с природой, так вот единство человека с природой, подчеркивает Марк Тейнгер, всегда имело место в промышленности. Потому что что такое промышленность? Что такое производство? Производство, по определению его, которое не все знают, это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Поэтому вот это единство человека с природой – это и есть определение, собственно говоря, это и есть выражение процесса производства. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Но только надо этот весь процесс доследить до конца. Если мы имеем дело с процессом присвоения предметов природы, то значит мы не должны отрывать промышленность от природы, должны знать, а куда попадает потом, какой результат будет этого процесса, и куда будут отправляться отходы. Например, как воздействует промышленность, не только что она сделает продукты, но она еще и повлияет на природу. Ну вот закрыли бумажный комбинат прямо на берегу Байкала, потому что он, как говорится, экономил малые деньги, но уничтожил одно из главных богатств нашей страны – озеро Байкал. То есть надо досматривать этот процесс производства сначала до конца, а что в результате, потом чем закончится. Потому что в цикле производства следующие есть фазы – процесс производства, обмена, распределения и потребления. Потребление, когда закончилось, что произойдет? Вот, скажем, те же самые бутылки, если они не биты, то они природу не загрязняют, они просто ее захламляют. В том смысле не загрязняют, что они никаких химических изменений в природе не производят, они совершенно нейтральны. Если вы возьмете, скажем, нынешние упаковки пластмассовые, они все выделяют соответствующие, так сказать, газы, фенолы и так далее. И особенно если их начинают сжигать, то появляются диоксины, которые просто вредные вещества при сжигании. И поглощение их опасно. У нас есть в Ленинградской области, в Ленинграде, два завода, которые готовы к тому, чтобы производить из всех пищевых отходов, есть машины соответствующие, стоят оборудование, из пищевых отходов производить удобрения для сельского хозяйства. Но только из пищевых отходов. Поскольку у нас раздельно не собирается, пищевые отходы отдельно, а все остальное, мусор отдельно, то, естественно, значит, в этих печах из одной грязи можно сделать другую грязь, которая ничем не отличается и ни на что не пригодна. Между тем, вот я думаю, что вы это не застали, а вот я и мой коллега что наблюдали, вот я когда был мальчишкой, у нас происходил сбор пищевых отходов в городе Ленинграде на каждой лестнице. Во-первых, у нас в каждом доме было жилье служебное для дворников. Чтобы они не через полтора часа, а после того, как пошел снег, приходили, когда все затоптано уже, и на сентябре уже сбивать, очищать. Они тут же выходили и расчищались очень легко, и после этого люди могли идти. Вот эти дворники должны были. Каждый день приезжала машина, забирала, ставили пищевые бачки не на каждом этаже, а через этаж. Вот такие широкие бачки с крышками. В эти бачки люди скидывали все остатки пищи, очистки, картофельные, морковные, другие съедобные части. Это каждый день бы возилось, каждый день дворники мыли эти все бачки, и Ленинград был завален ветчиной прекрасной, которую прямо вот в таких деревянных ящичках выставляли, в магазинах быстрее разбирали, и стоила на 3,70 дешевые. Колбаса обычная стоила 2,20 отдельная, докторская 2,30, а 3,70 стоила ветчина, ну, то есть даже меньше, чем полтора раза. Потому что она, в общем, считайте, изготовлена из того, что бесплатного сырья. Из бесплатного сырья, потому что на крупных свинокомплексах откармливали свиней с этими пищевыми отходами. Но это требовало, вот, не только их отдельного сбора, а и быстрого, чтобы это не связано было с закисанием, или с порчей, быстрой отправки непосредственно в соответствующийся чехоспредприятие. Этот весь конвейер потом был нарушен, разрушен, и если вы поедете в соседнюю Финляндию, вот, можно видеть, как чудо, что там вот, пожалуйста, здесь сюда кладут пластмассовые банки, сюда кладут металлические предметы, сюда бумага, а сюда стекло. И это рядом, и у нас это тоже бы делают, но у нас просто это не делается на сегодняшний день. И это тоже, так сказать, элемент культуры, то есть, это ведь отношение к природе, то есть, если мы это не, этот процесс совершения потребления не делаем, так сказать, сознательным и планомерным, то мы его, то есть, пускаем на волю стихии, то это окончается горами мусора, который у нас вот в районе, в некоторых местах, где его просто валом наваливают, там в районе... Парнас. А? Парнас. Асфалка. Да, в районе Парнас, асфалка. Вот там, где машины проезжают, там у завода, недалеко от завода Хэндай, и завода... Перекуновец около... А? Около Перекуновец. Да, да, ну, в нескольких местах. Вот. А дальше, а дальше начинается как процесс? Там же идут химические реакции, разложения воды, которые подземные, которые, так сказать, существуют, и они же текут не туда, куда мы их направили, а по тем дорогам, которые мы даже не знаем. Они потом, все эти вредные вещества, прибывают куда только угодно. На сегодняшний год замечено резкое сокращение корешки в Ленинграде, в Финском заливе. В Ладоге пока количество корешки не сокращается, а в Финском заливе сокращается. Во-первых, идут всякого рода углубительные и намывные работы, вот в том числе, в связи со строительством стадиона, там намывается значительная территория. Намывается, значит, там песок идет. Песок сдирается с рыб, как вот наждак, всю чешую. Рыба гибнет там. Ну, а что касается вот всех отходов, которые идут без очистки по-прежнему, Финский залив, или с малой очисткой, то это приводит к такому систематическому загрязнению, и вместо, так сказать, такой культурной рыбы, появляются там моллюски, и все виды рачков, которые из других морей к нам прибывают, и они начинают уже поедать или уничтожать вот ту рыбу, которую у нас есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, если речь идет о современном, развитом, общественном производстве, оно требует сознательного регулирования. Если этого регулирования нет, то вот эти стихийные процессы, они просто приводят к гибели животного мира. А человек уже, как продукт этого животного мира, с ним неразрывно связан, и он тоже начинает больше болеть, и, как вы знаете, летом, теперь объявляют каждую весну, где можно купаться в Ленинграде. Нигде? Нигде. Причем, значит, пишется, что купаться запрещено. Ну, казалось бы, если запрещено, так должны стоять люди, облеченные соответствующими полномочиями, и не подпускать, нет, пожалуйста, купайтесь, никто вам не будет противодействовать, скажем, в тех же самых озерках, где прекрасные три озера, Суздальский. Но вместо того, чтобы не подпускать туда строительство домов непосредственно, а оно же как делается? Строится частный дом, потом сделается стакан для сброса этих отходов для канализационных. Они потом фильтруются через песок, в озеро и так далее. То есть нет там такого. В чем такая необходимость? Это вот такая же мчужина у нас, когда можно выйти из метро, озерки, пойти и купаться сразу. И эта же мчужина в этом смысле не сохраняется, но есть спасательная станция, если вы будете там плавать, то вас, если что, спасут. И есть там шарики, которые на воде. То есть вот то, что является довольно мелким и неглубоким, это и имеет место. Отсюда что вытекает? Вот то, о чем говорили, что общественный характер производства требует и общественного управления этим процессом. Это, сказать, не только тогда было важно и нужно, а сейчас это тем более необходимо, потому что весь смысл вот этих запретов в одном. Если с кем-то что-то случится, вы наглотаетесь этой водой и заболеете. Скажут, ну вам же написали, что запрещено, чтобы те люди, которые должны были бы эту воду, так сказать, улучшать, а что значит ее улучшать? Да не отправлять туда с точной воды. Вот у нас озеро Разлив существует, тоже это жемчужина в нашей Ленинградской области, да? Или даже города Санкт-Петербурга, потому что Сесарец входит в Санкт-Петербург, курортный район. Две реки, Сестра, и вторая река Черная. А река Черная идет из пригорода Санкт-Петербурга. И очищается 40 процентов, вы простите, 60 процентов воды. Очищается. 40 процентов воды идет стоков промышленных и хозяйственных и канализационных идет неочищенными. Вот они проходят через лес, идут, идут, идут и отправляются в озеро Разлив. Из озера Разлив оно проточное. Оно и было проточное. И образовалось оно, потому что Петр его заградил. И из него соответствующий канал отправляют в залив. Ну и загрязняется озеро Разлив и загрязняется залив. Ну, казалось бы, решение-то очень простое. Ну, построите очистные сооружения, чтобы было в 100 процентов. Вот как мысль простая, как стекло. Нет. Как только увеличивается количество этих самых сооружений очистных, сразу же увеличивается жилищное строительство в том месте, где строятся эти очистные. Как только оно увеличивается, результат остается тот же самый. От этого строительства ничего не изменяется для движения сочных вод в Разлив и Залив. теперь по идее я думаю, что вы не видели, а я еще видел, ходили по городу Ленинграда по рекам землечерпалки. Вот стоишь у фонтанки или у водного канала, идет землечерпалка и тихо, спокойно, кораблик значит оттуда грунт забирает и складирует, он на барырах уводит куда-то. Вы видели землечерпалку? Я вот в последнее время не видел, давно уже не видел, вот только мальчишка видел это дело. То есть ничего не чистится. Или скажем на том же берегу Финского залива в районе Сесаревского курорта были такие машины, которые зеленые водоросли грязные собирают как бы вилами, копают глубокие ямы, закапывают туда в песок, ну и там это все перегнивает и обеззараживается. Можете теперь видеть, местами вы идете по берегу и там действительно этот берег очищен и там золотой песочек, а местами вы это зеленая гадость так сказать все кругом делается. Это все зависит от того, а кто у кого в собственности или берег или земля или учреждения, которые там есть. А учреждения некоторые просто разгромленные. Разгромленные так, что там как атомная война как будто там была. То есть когда мы обдумываем вот эти вещи, а с ними связанные, можно конечно заниматься лечением. А что нужно заниматься лечением или здоровье охранять и укреплять? Как вы думаете? Какая правильная задача? Желательно бы укрепить здоровье и его охранять, а лечиться в крайнем случае. А нет, вот вы давайте заболеете, ничего, у нас есть такие современные технологии, мы вас спасем. Ну ничего, что вы потом будете или хромать, или кашлять, или у вас будут какие-то недостатки физического характера на всю жизнь. Но зато мы вас вылечим, но за отдельную плату. И не маленькую. Ну вот такого рода подход, который мы собственно говоря вырабатываем, подход такой, что мы должны на те процессы, которые мы наблюдаем в обществе, иметь взгляд воспроизводственный, то есть брать в целом это движение, не отрывать одни сферы общества от других, понимать, что зависимость, имея место зависимость всех сфер общества, как бы они далеко не казались от материального производства. Вот уже казалось бы Академию как далеко. Ну теперь замминистра финансов решает теперь вопрос, как и что, куда направить в системе Академии наук. А вовсе не президиум Академии наук из академиков состоящих, из лучших самых светил, которые есть. Вот они не решают. Так, ну пойдем дальше. Продолжая эту мысль о том, что вот все зависит от производства, Маркс Энгельс пишет, что даже чистое естествознание без промышленности и торговли вот это чистое естествознание получает свою цель равно как и свой материал лишь благодаря торговле и промышленности, благодаря чувственной деятельности людей. Эта деятельность, этот непрерывный чувственный труд и созидание, это производство служит настолько глубокой основой всего чувственного мира, как он теперь существует. вот есть такие категории в философии, которые называются три категории с одинаковым корнем. Основа, основание и основанное. в чем разница? Когда говорят основание и основанное, это пара. Есть основание, это основание того, что проявляется в основанном. Основанное это то, что основано на основании. А есть понятие основы. Это безразличная такая основа. Она сама по себе, а вы можете на этой основе что-нибудь создать и построить. Вы без основы не можете вообще ничего построить? Какая-то подставка вам нужна? Вот вы на этой подставке будете строить. То есть, это безжизненная такая связь. Но вот здесь проводится все время мысль, что производство это не просто основа, а это фактически основание для других сфер деятельности. И это выражается потом, проявляется во всей деятельности. За что критикует Фейербаха Маркс Энгельс? Что Фейербах материалист. История получается, раз он материалист и не занимается историей, он оторвал материю от истории, а история от материи. История лежит вне его поля зрения. Поскольку же он рассматривает историю, он вовсе не материалист. Материализм и история у него полностью оторваны друг от друга. История же есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждый из которых используют материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями. В силу этого данное поколение с одной стороны продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности. Но в искаженно-спекулятивном представлении делу придается такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей. То есть не видят, что есть некое основание, которое потом проявляется в основанном, а все это представляется так, что есть уже заранее цель, и осуществление этой цели ведет к этому результату. Можно сказать, что в странах, где будет или построен был коммунизм, то же самое в Советском Союзе, там можно было считать, что планом предусмотрено как видоизменить условия жизни и как видоизменить человека, всех членов общества. Но как можно предусмотреть в плане, если нет для этого предпосылок в жизни? То есть план, если он не оторван от действительности, он не может быть составлен случайным образом. Поэтому, скажем, плановая работа, она была очень сложной работой, основанной на очень прочном базисе. Первый план Голро был поручен сделать кому? Академия наук России. И в дальнейшем, скажем, председатель Госплана до поздней советского времени был сюда членом политбюро, а не каким-то там человеком техническим, которым, вот вы делаете там планчик, а мы там будем реализовывать. То есть вопрос о плане, это вопрос о будущей всей жизни. На сегодняшний день вся эта зависимость от производства сохраняется, а вот что касается цели и попытках планомерного видоизменения, опираясь на уже созданное, но мы сейчас имеем картину полного отсутствия планирования в деятельности государства, общества, государственных органов. У нас есть закон о государственном стратегическом планировании, а планирования нет. ну и как вот вы себе представляете, если есть машина, в которой включены фары дальние, она может идти с большой скоростью, а может ли машина, в которой включены подфарники, которая ничего не видит, как люди, которые в ней сидят, не наблюдают, что происходит внутри, куда-то в ночь едут, как они могут здесь развиваться. У нас была попытка положительная попытка создать концепцию социально-экономического развития страны. В 2008 году Владимир Владимирович Путин, который был тогда председателем Совета Министров, утвердил концепцию социально-экономического развития 2020 года. Я думаю, вы ее не читали. Значит, она была в интернете, ее никто особенно не публиковал, и никто не предлагал ее поисследовать, поизучать, потому что по идее, если собираются люди реализовывать концепцию, надо, чтобы она, если я собираюсь вас призвать к его выполнению, я, по крайней мере, должен вас познакомить. Правда? Особенно не знакомили. Но в ней были очень интересные вещи. В ней был заложен значительный рост производительности труда, соответственно, рост расходов на самые разные сферы, и повышение зарплаты значительный, почти вдвое за этот период, на который было рассчитано с 2008 по 2020 год, на 12 лет. Это концепция. Но люди такие опытные, немножко знающие в области общественных наук и плановой работы, они обратили внимание на что? Она была утверждена распоряжением председателя правительства. Что это за документы? У нас есть документы обязательные к исполнению. Это что такое? Это Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, ФЗА и так далее. Это указы президента и постановления правительства, а дальше приказы министров и решения глав администрации. А что касается документа, который утвержден просто решением председателя правительства, он нормативным документом не является. Если вы член правительства, я вас документ читайте и из этого исходите. Но ни для кого обязательным это не является. Мы же знаем, как принимается закон, если закон должен попасть в виде проекта в Думу, потом он должен пройти в Совет Федерации, потом он должен пойти на подпись президенту. Если президент не согласен, возвращая этого назад, если федеральное собрание не согласно с президентом, он возражает, оно может двумя третями преодолеть его вето. После этого публикуется, обязан он подписать, после этого публикуется в печати и обязан его выполнять. И должны быть предусмотрены в соответствующих документах, в соответствующих законах меры ответственности. Где они прописываются? В двух документах у нас есть уголовный кодекс и есть кодекс об административных правонарушениях. Ну, можно там написать, что если вы не выполните какую-нибудь государственную задачу, у вас 2000 рублей. А можно прописать 5 миллионов или 50 миллионов с тех, кто не выполняет или прописать в уголовном кодексе до 5 лет с конфискацией имущества. То есть, это вот предполагает большую работу с учетом того, что у нас обширная государственная собственность на сегодняшний день. Вот вы как люди грамотные и современные должны знать, что у нас огромная государственная собственность. у нас имеются такие предприятия, Роснефть, раз, очень богатые, Газпром, два, ОРЖД, три, Роснефтология, четыре. У нас есть космическая корпорация, примерно полтора миллиона человек заняты в космической возрасте, полтора миллиона только в дней. У нас имеется, это все производство, у нас имеется кораблестроительная объединенная кораблестроительная корпорация, то есть все военное и уже теперь гражданское кораблестроение, это очень сложная задача, и как показал печальный опыт, а печальный опыт состоял в том, что некто член Совета Федерации Пугачев был собственником Северной верфи у нас и второго военного завода по производству кораблей военных для нашего Министерства обороны, это Балтийский завод, этого Пугачева теперь разыскивают, на Западе, он объявлен в розыск международный, а Балтийский завод теперь ООО Балтинвест. Дальше у нас есть двигатели строительной корпорации, недавно появилась приборостроительная корпорация, то есть все это вот крупные государственные предприятия, но их же деятельность связана, мы сейчас говорим, с объектами культуры, у нас государство в области образования имеет все главные позиции, у нас какое образование, частное или государственное? У нас есть государственное и частное, а не частное и государственное у нас. Более того, весь, все контрольные пакеты в государственных вазах, а что касается частных, их все время прижимает, хотя я не очень понимаю почему. Ну, лучше пусть они чем-то занимаются образованием, чем занимаются торговлей наркотиками, вроде бы, можно было бы на этом согласиться, но вот я, судя по тому, какие там бешеные проверки производят, хоть говорят, кошмарят бизнес, но все эти образовательные учреждения подвергаются постоянным контролям, ну, если речь идет в том, что там нарушаются государственные стандарты, это надо наказывать, а не вузы закрывать, хотя, вот нынешние, так сказать, мы наблюдаем, как происходит контроль, больше, так сказать, мы наблюдаем много администрирования такого рода, например, вдруг в газете появляется сообщение, что лесотехнический университет Санкт-Петербургский имени Кирова, ему прекращен прием вообще. Это значит, что министерство чем-то недовольно, что-то там делается не так, ну, так вы вызовите тех, которые делают не так, снимите их, накажите, а зачем же наказывать, так сказать, целый вуз, у нас другого такого вуза нет в стране, единственный лесной вуз крупнейший, мы прием, теперь он снова разрешен, что-то сделали, что все-таки сделали, трудно понять, по крайней мере, я вот интересуюсь этим вопросом, я не смог для себя вопрос решить. Значит, вот такой обширный государственный сектор, а имея в виду, что государство может давать заказы из бюджета, если бюджет будет пополняться, конечно, если бюджет будет нищий и у нас не будет, вот каждый раз будет сокращаться на 10%, ну, это можно вечно сокращать, конечно, каждый раз все будет. 10% от 1,10 это будет 1,00, а 10% от 1,00 это будет 1,00, то есть, можно бесконечно вести этот процесс, то есть, вместо развития вперед, можно пятиться назад. Пока вот мы видим сейчас вот в последнее время, мы пятимся назад и поэтому у нас начинают трещать и другие сферы. Совершенно понятно почему. Так, поэтому конечно, нужно, так сказать, думать и, так сказать, о планировании, но даже если нет этого планирования, все равно вот эти сферы между собой связаны от того, что у вас его нет, связь-то не разрывается, она просто осуществляется как стихийный процесс, ну, со всеми издержками, которые связаны со стихийностью. вот еще одна важнейшая мысль, которую мы должны с вами усвоить, которая имеет колоссальное значение для современности. Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех, у кого нет средств для духовного производства, оказываются в общем подчиненными господствующему классу. Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения. Следовательно, это выражение тех отношений, которые делает один этот класс господствующим, это, следовательно, мысли его господства. Индивиды, составляющие господствующий класс, обладают, между прочим, так же и сознанием, и стало быть, мыслит. Поскольку они господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху во всём её объёме, они, само собой разумеется, делают это во всех её областях, значит, господствуют так же и как мыслящие, как производители мыслей. Они регулируют производство и распределение мыслей своего времени, а это значит, что их мысли – суть господствующей мысли эпохи». Вот какой интересный тут есть абзац. О чём он говорит? Он не говорит о том, что другой класс не имеет других мыслей. Он говорит о том, что даже более того, если это противоположные классы, есть противоречия. Если есть противоречия в материальной основе, в материальном базе, в соответствии с тем, что мы только что изучали, значит, это противоречие проявит себя и на поверхности, правда, в сознании. В сознании, в мыслях проявит себя. Но как оно себя проявит, скажем, не так, что вот если большинство, скажем, рабочих или трудящихся, то вот, значит, и мысли будут трудящихся в большинстве присутствовать в общественном сознании. А если меньшинство достаточно богатых людей, у которых средства производства, их крайнее меньшинство, то, дескать, их мысли будут и меньшинствующие. Ничего подобного, наоборот. Вот то, о чём здесь пишет Маркс Энгельс, и что не усвоено, я думаю, большинством. Не усвоено то, что если глаз господствующий, то в обществе господствуют не мысли тех, кого много, а мысли тех, кого немного. То есть мысли господствующего класса. Почему? Потому что все средства формирования сознания на сегодняшний день – это что такое? Это печать, это телевидение, это радио, это газеты, которые выходят тиражами, миллионными. Все эти мысли – это система воспитания и образования, которая формируется этим классом. Но если он господствующий класс, значит, он управляет государством, а государство – это сила принуждения. Значит, в этой самой системе и формируется вот такая картина. Это странно или не странно? Это не странно, этот общий закон. В эпоху рабовладения мысли какого класса были господствующими? Мысли рабов или мысли рабовладельцев? Очевидно, что рабовладельцев. Если мы возьмём эпоху феодализма, можете вы сказать, что мысли крестьян, хотя даже трудно даже сформулировать, в чём были мысли крестьян? Что мысли крестьян господствовали в эту эпоху. Вот если, скажем, у феодалов была довольно цельная теория, что вот есть такие люди, которые, так сказать, помещики, которые отцы родные для крестьян, и они, так сказать, должны управлять, и этот класс во всех странах, класс феодальный, то есть благородные должны управлять государством, а неблагородные вообще не подпускаются к управлению государством. Правильно? Вообще не подпускаются к управлению государством. И вот в связи с этим, в связи с этим, и появилась теория классов. Мы с вами эту тему затрагивали. И кто разработал теорию классов? Французские историки. Или французских засовок. Да. Вот я вам захватил сегодня, и у меня вот есть письмо Маркса и Осьфу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Лондон 5 марта 1852 года. Вот здесь Маркс пишет. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. Кто именно? Это Тьерри, Минье и Гизо во Франции. А буржуазные экономисты? Мы тоже знаем кто. Адам Смит, Рикардо, Мальтус. Экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состоял в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это 28 том собрания сочинений Маркса и Энгельса. Второе издание. 424-27 страница. То есть, вот именно в период феодализма была такая борьба в идеологии. Борьба между теми, кто уже выражал мысли буржуазии, это вот Чириминье и Гизо, и теми, кто защищал позиции феодального класса, что, детский только этот класс и должен управлять. Можно сказать, благодаря этим буржуазным историкам провозглашено и воспринято обществом, что управлять государством могут необязательно представители только каких-то особых классов. То все могут управлять государством. И это в какой-то мере реализовано в идее демократии. Хотя, буржуазная демократия, как всякое государство, представляет собой форму диктатуры какого класса? Господствующего. Господствующего класса. Ну и вот в связи с этим я хочу обратить ваше внимание на то, что сама политика должна пониматься вот с точки зрения взаимодействия и борьбы классов. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И поэтому вот сейчас, например, наступает такой момент в нашем развитии, вот в нашей стране, когда надвигаются уже выборы. А что такое выборы? Какую они задачу решают? Значит, один класс, который является оппозиционным, он борется с завоеванием, удержанием и осуществлением государственной власти. А тот класс, который уже ее имеет, он за что борется? Ему не надо бороться за завоевание, ему нужно только бороться за удержание и осуществление. Скажите, брат, какие у вас прогнозы? Сумеет ли господствующий класс удержать свою власть? Да. Как мы это можем доказать, ссылаясь на Маркс Энгельс? Нам для чего господствующий класс поручил изучать этот курс? Маркс Энгельс доказали, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Прямо написано, что мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Значит, если мысли господствующего класса, благодаря соответствующему работе средств массовой информации, и всех средств, которые формируют общественное мнение, и всей системе воспитания и образования в обществе, значит, если мысли являются господствующими классами, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, который всех сегодня волнует. Кто победит на этих выборах? Какие партии? Партии буржуазного класса или партии противоположного класса? Если по-честному проводить выборы, только по-честному. Если по-честному, то победят мысли, которые господствуют в обществе, правильно? То есть, если вы, конечно, извратите, в обществе господствуют вот такие мысли, а вы на выборах как-то так сделаете, что вы посчитаете не так и наоборот, тогда это будет не по-честному. А если по-честному вы проводите, то, я думаю, не стоит беспокоиться в отношении результатов. Другое дело, что их нужно провести, эти выборы. То есть, работа, политическая работа господствующего класса состоит в частности в том, чтобы обеспечить продолжение своего господства. Ну, вот некоторые товарищи, которые выложают мысли тоже господствующего класса, я имею в виду, скажем, вот такая есть радиостанция эпоха эхо Москвы, они очень возмущены тем, что вот опять вот те же самые будут править. Они кого нам продвигают? Они кого нам продвигают? Они нам продвигают даже тех, которые уже были. Например, Касьянов, он же был премьер-министром. И что его, как его звали? Два процента, Миша? Это кто? Мы же знаем, кто такой Касьянов. Почему два процента? Почему два процента? Потому что взятки брал. Коррупционер. Его оттуда убрали. И этот самый Касьянов, он у нас как бы лидер. Что мы от него ждем? Чем он занимался? Разрушением промышленности, уничтожением нашего производства. Вот после, как его прогнали, начали восстанавливать производство, и еще не восстановили. У нас производство как упало? До какой величины? Вдвое. И вот то, что там Владимир Владимирович Путин объявлял, дескать, давайте мы сделаем удвоение ВВП. Это удвоение ВВП что означает? Вернуться на тот уровень, который был в России до 1991 года. Вернулись? Не по всем показателям. Причем по самым таким ощутимым показателям, по производству станков, машин, оборудования, по машиностроению, которое ключевым является, не вернулись. А сегодня, когда введены санкции, это стало теперь очень ощутимо. Потому что, значит, вот при Касьянове началось, и до сих пор еще продолжается. Мы продадим нефть и купим станки. А через санки не продают. Санки продают только Белоруссия, Китай и Тайвань. Нам. И все. В сегодняшней газете российской сообщение о том, что вот у нас для Индии три фрегата приготовлены, которые мы хотим им продать. Но нет двигателей, которые делались на Украине. А для того, чтобы нам сделать свои двигатели, Украина может сделать двигатели для наших кораблей? А наша промышленность сейчас не может сделать двигатели такие. И потребуется два года. Два года потребуется для того, чтобы сделать двигатели для фрегатов. А при прежнем министре обороны да и вообще пытались закрыть завод «Звезда», который делал двигатели для кораблей. И вообще мы остались бы за всем без двигателей. Сейчас у нас есть двигатели, но не на весь ряд. Поэтому сейчас предлагается этим самым индейцам договориться с украинцами, чтобы они купили у них двигатели. А потом они нам дадут свои двигатели, и мы их поставим на наши корабли и продадим Индии. Вот такая делается операция. Круто. Сразу не додумаешься до этого. То есть довольно забавно это наблюдать. И вот те люди, которые к этому привели, или вы, наверное, хорошо помните, еще, может быть, помните, чем отличался Немцов, которого очень сильно пропагандировали, который тоже нам предлагался в лидеры оппозиции. Немцов отличался тем, что он сначала уничтожил промышленность в Нижнем Новгороде. А это вот, можно сказать, нынешняя промышленность Нижнего Новгорода это, можно сказать, средоточие военного производства. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде, вот если падение производства в стране 3,4, а рост производства в Нижнем Новгороде, прежде всего военного, 7. На сегодняшний день, вот у меня самые свежие данные от товарища, который там работает. А гражданин Явлинский, который тоже нам предлагается в качестве такой фигуры, которая якобы нас должна куда-то вывести, он уничтожил сельское хозяйство. Такой нижегородский был вариант в сельском хозяйстве Нижнего Новгорода. И никак не прославился какими-нибудь созидательными делами. Вот эта группа кандидатов выступает как якобы оппозиционная. А что является оппозицией в политическом смысле? Оппозиция – это представитель противоположного класса или этого же класса? Ну, как говорят оппозиции? Это люди из этого же класса, правильно? Касьянов, Явлинский – это люди, представляющие класс буржуазии. Какой? И вот мы здесь наблюдаем вот то явление, которое мы должны видеть, особенно в эпоху империализма. Есть представители буржуазии, которые лоббируют интересы своей буржуазии, а есть представители, которые лоббируют интересы иностранной буржуазии. Вот в лице названных мной граждан мы наблюдаем тех, кто лоббировали всегда интересы иностранной буржуазии, в том числе партия Яблоко. Она, кстати, не случайно так называется, потому что... Что является символом Нью-Йорка? Ну, Нью-Йорк называют большим яблоком. Ну вот, яблоко. Ну, а тем более, что получена она из фамилий составных, из цифр, из букв, которые составляют фамилии ее лидеров. Но не по алфавиту. По алфавиту будет не так. Явлинский, Болдарев-Лукин, да, яблоко? А по алфавиту будет не так. Будет Болдарев-Лукин, Явлинский. Яблоко. Поэтому на сегодняшний день вот наш господствующий класс буржуазный занят тем, что он в стане своего господствующего класса разбирается внутри. И это не борьба с представителями другого класса. Правильно? Поэтому единственная интрига, которую мы наблюдаем в этом, она состоит в том, что делаются отчаянные попытки со стороны представителей, которые лоббируют интересы здесь буржуазии иностранной, потеснить буржуазию отечественную. Да. Пожалуйста. У нас вообще кто-нибудь в политике что-нибудь хорошее делает на сегодняшний день? А? На сегодняшний день у нас политика кто-нибудь что-нибудь хорошее делает? Конечно. Конечно, делается. У вас приняли, что закон против пропаганды гомосексуализма, это же так важно. А еще белочи покупают, представляешь? Да. Это важно, конечно. А еще что-то верующих нельзя оскорблять. Вот это очень правильный закон. Закон-то ведь не против гомосексуализма, а против пропаганды. Обратите внимание. И обратите внимание, что вот у нас эти люди, которые выходят с парадами, они же, они же именно парады хотят делать. Вот скажем, вам нужны парады одноногих, одноглазых, так? Безруких. Вообще-то есть такое, по-моему, парады инвалидов. Вот. Они показывают, что они, что они, что они продолжают жить тоже. У нас, у нас никто их права не отнимает, более того, у нас, он, специально занимается инвалидами, и у нас есть паралимпийские игры, а вот парады как раз, вот инвалидов, как таковых, не нужны. Тем более парада гомосексуализма. Как вы узнаете, что он гомосексуалист? Если он не пойдет парадом. То есть, если он никого из нас не трогает, не мешает нам своими криками, своими плакатами, своими, значит, движениями, ему же нужно не, ему нужно выставить это, как некий, некий, так сказать, позитив. Выставить. Вот вы себя выставляете, как человек? Нет? Я вот не видел, что вы вдруг ни с того, ни с сего ходили и себя пропагандировали. У нас считается вообще некультурным, если человек ни с того, ни с сего начнет с себя. Вот я хороший, сейчас я возьму и буду ходить. Я требую, защитой моих прав. Хотя мои права могут быть и вщемлены, и ваши тоже. Но никто, нормальные люди с этим не ходят. Ненормальность в этом состоит. Именно, вот как раз правильно вы сформулировали, пропаганда. Это положительное то, что вот это вот запрещается пропаганда, гомосексуализм. А что касается гомосексуализма, государством это, грубо говоря, к буржуазному, наплевать. Это его не касается. И нас это не касается. И вот народ хочет, граждане, чтобы нас это не касалось. Вот я не хочу знать, кто у нас гомосексуалист. Мне это неинтересно. Поэтому мне очень неинтересно. Если вот я увижу около моего дома идут гомосексуалисты с плакатами, что они гомосексуалисты, возьму палку и буду бить их по головам. И это будет культурно. Почему? Потому что они нарушают мою нормальную жизнь. У меня дети, эти внуки. Мне совершенно не нужно, чтобы парады были вот этих деятелей. А то если они гомосексуалисты и на здоровье. И пусть расцветают ваши радужные знамена, но вы соберитесь вот здесь и ходите там, где хотите. Не на показ. Поэтому я думаю, что политически правильно здесь вот это слово. Пропаганда. А что касается таких вещей, которые являются скрытными от людей вообще, я думаю, что подробности интимной жизни вообще не надо выставлять. Никакие. Это, так сказать, у нас есть, между прочим, мы с вами занимаемся изучением культуры, мы знаем, что культура и красоту человеческого тела показывает, культуру человеческих отношений. А выставлять всякую грязь это наоборот. Укультура это опыт человечества материально накопленный, материальный духовный. Опыт состоит в том, что грязь пропагандировать не надо, а грязи у нас много. И будет еще много, и было еще много. Она есть. А вот отрицание грязи можно и пропагандировать. То есть, все, что нужно сказать о темных сторонах нашей жизни, так надо о них и сказать, как о темных. То есть, если мы какую-то борьбу с каким-то явлением отрицательным хотим осветить, в культуре это нужно и осветить. Но именно как борьбу с этим явлением. А если вы делаете само это явление предметом, то вы превращаете его в бытие. А раз вы его превращаете в бытие, то все остальное по отношению к нему выступает как отрицание. И мир преворачивается культурно. Поэтому вот такого переворота в духовной сфере не надо допускать. И вы спрашиваете, у вас очень серьезный вопрос, что является. Я считаю, что на сегодняшний день поддержка борьбы с американским фашизмом на экспорт осуществляет только одно государство российское. Больше никто этой поддержки не осуществляет. Сегодня Барак Обама признал, что они натворили в Ливии это ошибка. А не ошибкой было то, что было в Ираке. Урак был это государство такой высокой культуры, древнее. Его, так сказать, под смехотворным предлогом разгромили, что якобы там есть средства массового поражения. А Югославию то, что разбомбили и уничтожили, разделили на много-много мелких частей. Она просто как разбомбленное зеркало, разбитое. Большое европейское государство, имеющее заслуги в борьбе с фашизмом, самостоятельно боровшееся против немецкого фашизма. Оно ликвидировано. Там есть Македония, есть Сербия, есть Хорватия, есть Черногория, есть Косово, есть, 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 есть Словения. То есть кучка мелких государств, которые вообще не имеют теперь никакой самостоятельности. Как вы понимаете, в современном империалистическом мире эти мелкие государства вообще никакой роли играть не могут. Они попадают в какую-то орбиту, в орбиту влияния. Для этого это было сделано. Поэтому я думаю, что если всерьез отвечать на ваши вопросы, я думаю, что ни одного государства, хоть возьмите вы Китай, который вот вроде прогрессивный, он что, но он может только, если воздержится Россия в Совете Безопасности, или сделает, поставит вето, Китай может поддержать. Вы видите самостоятельную политическую позицию Китая? Я ее не наблюдаю. Который, между прочим, имеет 14% от производства вооружения. А в России только 4,8%. На третьем месте. Китай же наращивает ВВР сейчас. Так он наращивает, но на политической арене это хорошо, если он поддерживает позицию России. А самостоятельно? А он ни в чем не видно этого противовеса. Пока еще нет ничего. Нет, он противовес один. Вот он Россию, то есть Россия сейчас на сегодняшний день более слабая, чем Китай. Ну, если не брать, конечно, ядерное оружие и ракетное. Тут мы, конечно, им еще до нас далеко идти. Но экономически сейчас вот более сильный он. Он пока еще вот самостоятельной политической позиции не занимает. И рассчитывать люди могут. Та же Сирия не может рассчитывать на поддержку Китая. А что бы сейчас произошло в Сирии, в Сирии, ну, то же самое, что в Ливии. Не было бы государства. И там бы страшно было. Оттуда не столько беженцев побежало, сколько сейчас бежит. А в несколько раз больше. Они оттуда и бегут из тех краев. А кто организовал-то этих беженцев? Ну, те, кто накинулись на Ливию. Вы что, побежите с насиженных мест, вы живете спокойно. Вот я сейчас у вас будут поливать вас свинцом, ваш дом. Все. Каждый день будут приходить новые банды и уничтожать. Нет, государства сейчас в Ливии нету никакого. не то, что нету буржуално-темократического государства. Вообще никакого нету. Нет, два правительства там, два государства, они еще между собой воюют. И нет там, и даже ясности в том, за что воюют, потому что нет каких-то таких твердых, ясных позиций. Другое дело, что джинн, а именно вот этот ислам реакционный, ислам, который является радикальным, он выпущен из бутылки, потому что в Ираке было светское государство, в Ливии светское государство, в Сирии сейчас светское государство. И что говорит по этому поводу Россия? Он должен уйти? Говорит она в отношении президента. Зачем он должен уйти? Там же власть какая буржуазная? Буржуазная. Чем недовольная? В России буржуазная, в Америке буржуазная, в Сирии буржуазная. Ну вот, буржуазия не может договориться. Буржуазия говорит, ну пусть Каев уйдет президент. А вы так не говорите, пусть уйдет Обама. На вам в голову приходит такое вдруг так заявлять? Так можно вести себя на мировой арене? Единственное, кто ведет себя на мировой арене в этом смысле культурно и в смысле поддержке как раз тех сил, которые противодействуют американскому фашизму на экспорт? Это Россия. Через полтора года должны были быть выборы на Украине. Там влияние американское было колоссальное. Вложено туда пять миллиардов долларов. Ну дождитесь до выборов, как мы с вами изучили уже, что идеологи господствующего класса является господствующим делом. И переизбрали бы этого Януковича, поставили, кого считаете нужно. А зачем устраивать кровавую резню там? Там же ведь преступления против демократии совершаются. Ну вот убили писателя Бузину, увидели недавно адвоката очередного, во время выборов так называемых преследовали кандидатов. То есть это, что это такое? Это вот и есть американский фашизм на их. Вот у себя мы все хорошо, у нас чинно-мирно избираем, голосуем. Как только мы вышли за пределы своих границ, мы начинаем там действовать, как слон к посудной лавке. И противодействует этому Россия. Так что вот отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что мы можем в этом отношении что-то и доброе сказать. Я только что говорил о том, что безобразные экономические политики, которые я никак не могу поддержать. Но мы должны с вами считаться, так сказать, ну давайте положительное назовем положительным, отрицательное назовем отрицательным. Потому что мы должны действовать объективно. Правильно? Потому что ну как у людей есть плюсы и минусы, так и у государств есть плюсы и минусы, и у их руководителей плюсы и минусы. Если у нас зайдет, скажем, вопрос об этом, скажем, мы можем обсудить вопросы и у Сталина были отрицательные черты, очень значительные, и ошибки, между прочим. Но были и положительные, и очень значительные, и, так сказать, поэтому людей-то судят по делам, по итогу. Особенно на фоне того, что у нас происходит с экономикой, и с политикой. Конечно, мы должны об этом все задумываться. Но мы не просто должны задумываться и высказывать мнение, а мы с вами, в чем смысл наших занятий? В том, что мы все время ищем, на какой основе мы будем это все оценивать. Вот откуда и отрывать от производства нельзя. Сейчас вот вышла интересная книга Верхотурова «Экономика победы», в которой говорится о том, что где-то за пять лет до 41-го года мы очень сильно отставали от Германии по всем показателям военным. И все понимали, что война будет, и если мы не нарастим за это время то, что мы должны сделать в области экономической, то мы и будем разбиты. надо к этому приводить, что в распоряжении гитлеровской Германии стала вся экономика Европы. Никакой серьезной войны ни Франции, ни другие европейские государства, ни Голландия, соответственно, ни Дания, а вот все те, которые, ни Бельгия, о которых сейчас говорят, что они вот нам против нас санкций делают, что они с нами будут бороться. А что вы с Гитлером не боролись? Вы бы боролись с ним, а вы бы меньше тогда боролись. Получается, что вот раз Россия должна приходить, спасите нас от Наполеона, а теперь два России должна приходить, спасите нас от Гитлера. А что вы сами не хотите спастись? И нам бы помогли. Нам помогли, когда уже мы подошли непосредственно к Германии. И когда вопрос встал о дележе этой Германии, тогда нам помогли. Так что вот эта идея о том, что мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями, она очень важная, она помогает понять вот все эти так называемые выборные процессы. Поэтому не надо ждать вообще от выборных всяких мероприятий кардинальных перемен. Выборами никогда кардинальные перемены не делаются. Все, что было в истории кардинального делалось другим путем. Так? Это факт. Хотите, возьмите историю Франции, хотите, возьмите историю Англии и так далее. Выборы существуют для того, чтобы закрепить, как бы еще раз подтвердить это обстоятельство, что наши мысли, если мы господствуем, они мысли господствующего класса. Вот если я у вас преподаватель, то я вам буду оценки ставить, это я вам должно быть понятно. Если вы будете у меня преподавателем, вы будете оценки ставить. И тут это точно так же понятно. Поэтому вопрос не в том, вот много вас или вас очень много, а я один, но я буду ставить вам зачет. Что тут непонятного? По-моему, это вот совершенно ясно, как божий день. Так же ясно, если господствующий класс, но он и оценивает все, и ставит все оценки, и он устанавливает определенные нормы и правила, которые закрепляются правом, а право есть, что? Что такое право? Товарищи культурологи. В законе воли господствующего класса. Да, возведенные в закон воли господствующего класса. Поэтому, поскольку так, но из этого совсем не следует, что есть только мысли господствующего класса, есть мысли и противоположного класса. Если экономика противоречива, с такой же железной необходимостью, порождаются, все время воспроизводятся и распространяются идеи противоположные господствующему классу. Правильно? Вот это мы тоже должны сделать вывод? Противоположные идеи. А раз они воспроизводятся, и кстати, демократическая форма правления буржуазного, она допускает эти противоположные мысли. Допускает, во-первых, потому что они не страшны господствующему классу, раз судя его господствуют мысли. А во-вторых, потому что это тоже уже есть определенное завоевание. И чем отличается буржуазная демократия от фашизма? Потому что буржуазная демократия это диктатура буржуазии по сущности, а по форме нет. По форме, пожалуйста, вы можете говорить все, что угодно. Вот приходите ко мне на экзамен или на зачет и говорите все, что угодно. Все равно я буду оценивать. То есть, пожалуйста, вам предоставится полная возможность говорить все, что угодно. Но лучше говорить то, что приведет к положительным результатам. А другое дело определение фашизма. Известно определение фашизма? Сейчас я вам сформулирую. Это определение, которое было дано на седьмом конгрессе Коминтерна. Что фашизм это открытое. Открытое означает неприкрытое голосованиями, выборами, никакими демократическими формами, неприкрытое. Открытое террористическая диктатура. Террористическая это значит наводящий ужас. То есть если речь идет о террористической диктатуре, то надо вот как делает во время так называемой антитеррористической операции, бьют по пород домам из артиллерии, точки У посылают туда в густонаселенные районы, обязательно по центрам жизнеобеспечения, по больницам, чтобы ужас наводить на население. Открытое террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Финансового капитала. А финансовый капитал это это не банки, это банковский капитал, сращенный с промышленным. и вот тот, кто понимает, что такое банковский капитал, это капитал, который уже управляет промышленностью, потому что он прежде чем дать кредит, он все изучен, все знает, ему и дума как бы не нужна, и парламента не нужна, он и так всем бы управлял. Поэтому он рассматривает, может рассматривать эти все формы демократического устройства общества как лишние, ненужные. И такая тенденция к отбрасыванию демократических форм у него есть. Но, как показал уже исторический опыт, даже крупнейшие империалистические государства боролись за демократию, буржуазную против фашизма. И в конечном итоге, несмотря на проявление фашизма и в современном мире, вот тот процесс Нюрнбергский, который был, он означал, что человечество в лице крупнейших государств своих, тех, которые воевали против фашизма, они заклеймили его как человеконенавистническую политику и идеологию. И от этого, так сказать, в этом смысле точка поставлена историческая, но не в том плане, в смысле оценки, но не в смысле практики, потому что на практике мы проявления фашизма имеем. И мы даже с вами знаем, что после немецкого фашизма, после итальянского и немецкого, фашизм был в Испании, фашизм был в Португалии, был режим черных полковников в Греции, я, например, видел товарища в Афинах, которому ремни вырезали из спины во время режима черных полковников. И фашизм был в Чили, и фашизм был в России, когда из танков били по парламенту, когда по парламенту, по Верховному Совету, который является вполне буржуазным к тому времени, единицей был, правильно? Он все законы приватизационные принял, и возглавляли его такие партии, которые проводили политику приватизации в интересах буржуазии. То есть это была борьба против буржуазной демократии. Где вы назовете еще такой случай, когда в эпоху буржуазной демократии исполнительная власть била из танков по законодательной? Что выше, какая власть исполнительная или законодательная? Законодательная это выше, правильно? Более того, у нас в то время существовал Конституционный суд, и этот Конституционный суд в то время возглавлял, как вы думаете, кто? Тот, кто и сегодня возглавляет, товарищ Зорькин, который признал неконституционными указы Ельца на разгоне Верховного Совета. Несмотря на это, подгоняются танки и бьют из танков, ну уж я уж не говорю о том, что прекрасное здание в центре Москвы, из него бьют языки пламени и черная эта грязь, которая потребовала потом больших затрат и так далее. Потом Ельцину объяснили, что в нашу эпоху, в том числе и заказчики этого процесса, все-таки это не смотрится, надо все газеты открыть и пусть они там пишут что угодно. У них же там тираж маленький. И пускай что угодно говорят. Пусть говорят, что Ельцин плохой, потому что главный, чтобы вокруг Ельцина был разговор. Или плохой, или хороший. Главное, чтобы пойдет на выборы, все запомнят фамилию Ельцин. А нашу фамилию с вами никто не запомнит, потому что у нас малый тираж. это люди, которые знают устройство демократии. Поэтому нынешняя эпоха, она не исключает проявлений фашизма, они имеют место, но фашизм, как таковой, человечеством в лице в том числе и буржуазных, крупных, буржуазных, империалистических стран, Зайклимен. Как такая вот идеология и политика. И причем уж никакой трогательной единства между антикоммунистами, какими были там Черчилль и Рузвельт с одной стороны, и Сталином, который был коммунистом, никакой трогательной единства не было. Но в этом вопросе было единство полное. И покарали этих самых фашистских преступников, поэтому мы с вами не будем путать элементы фашистской идеологии. И чтобы была идеология, надо кому-то побрить голову и какие-то книжки прочитать. И будет он с этим ходить. Идеология, она может веками распространяться. Как сейчас, например, колдуны есть. Есть? Есть. Звоните, колдун Валера. Дозванивайтесь. Если не поможет никто, потому что если никто не поможет, я тоже не помогу, но уже вы не будете в обиде. Ну что, и я тоже не удалось. То есть идеологические проявления это совсем другое дело. А что касается политики, ну вот мы все это поштучно это все рассматриваем. И сейчас мы наблюдаем вот на Украине американский фашизм, который так и действует, как он действовал на территории, скажем, России или Советского Союза. Есть гауляйтеры украинские, которые ее реализуют. Где решается вопрос, кто будет руководить Украиной? Ну где? Ну съездили туда, съездил Порошенко, ему сказали, кто будет. После этого ушел Иценюк, после этого пришел украинец Гройсман руководить Украиной. Так что тут просто прозрачно видно, кто кем управляет. А можно было бы сделать все это демократическим путем. Ну там куда-то спешили люди, куда так спешили. То есть кого-то буржуазная демократия сдерживает. Хотя надо, если мы вот культурологи, мы должны подчеркнуть, как бы нам не нравилось там буржуазия или буржуазное господство, но буржуазная демократия является завоеванием крупнейшим по сравнению с феодализмом. Так или не так? И мы это идти назад спять, так сказать, отказываться от буржуазной демократии. От нее только можно вперед пойти, а назад не надо. Назад к фашизму не надо. Ну вот, как показывает развитие нам наших с вами событий, что мы, так сказать, обсуждаем эти вещи, не отвлекаясь от современных актуальных проблем, чтобы не получилось, что мы вроде бы как некая книга, наверное, это вот особенность таких глубоких книг, потому что там есть мысли, которые заставляют нам обдумать и современные проблемы, и сделать какие-то выводы. Хотя, так сказать, тут можно по этим вещам спорить, я повторяю свою просьбу, я очень надеюсь и прошу вас готовить свои сообщения, выступления, выбирайте себе дальше, уже мы довольно много занимаемся, любой раздел этой книги, любой раздел, и маленькие сообщения делайте здесь. Поднимайте руку и делайте сообщения. Я буду меньше говорить всех, я бы с удовольствием предпочел послушать вас. И лучше это сделать, не откладывая. Вот есть люди, которые уже это сделали, они теперь спокойно сидят, отдыхают. Правда же хорошо? Слушают, да. Вот, так что я советую это сделать, тем более, что другого способа, но научить. Вот есть возможность повыступать, безответственно, почему безответственно, потому что у нас с вами какая-то обстановка, мы только учимся, вот, мы учимся, тренируемся, и такую возможность не надо избегать, а наоборот, надо ее использовать. где вы собираетесь. Вам все равно в жизни придется, как выпускнику университета, в любом случае, и как представителю, так сказать, ну, сферы, в которой вы представляете, знания о культуре, многое, в разных всяких апостасиях выступать. Поэтому не надо пропускать такую возможность потренироваться. Всячески призвать. Заставить я вас не могу, конечно, вот, и то есть я могу вас поднимать пофамильно, но мне кажется, это не совсем, это больше на школу похоже. Вот, давайте мы все-таки будем из этого исходить. Вот я уже, товарищ, он сказал, что сегодня он не может, то есть он завтра может, в среду. Вот, видите, вот, берите пример. Вот, я думаю, что вот и другие товарищи, готовьтесь, у нас будет просто, немножко изменим ракурс нашего общения, будет интересно. Тем более, что, может быть, вам не все интересно из того, на что я обращаю внимание, а есть вот то, на что вы обратили внимание, и вы хотите узнать, а что я по этому поводу скажу. Тоже интересно. Или другие товарищи. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 .